Эта конференция. Начинается открытие научно-практической конференции внешней связи учреждения представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Ягодске. Продолжение следует... 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 И, на мой взгляд, при этом, какие-то характеристики, Владимир Григорьевич, не так называть норм и требования, понимание степени эстетики генерации, называемых в Европе, проводят активную такую позицию, выступая в различных международных организаций, потому что это тоже очень важно. В пользу случаях, я федерации должен стремиться, чтобы те положения, которые заложены в нашем основном законе, реализовывались, и, конечно же, от работы каждого из нас. Поэтому я же вам всем желаю успешных и интересного блага в нашей работе в Российской Федерации. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется председателю Совета Ассоциации Российских Дипломатов по слуху особым поручениям Министерства иностранных группы Российской Федерации Харминскому Игорю Васильевичу. Уважаемые коллеги, у меня действительно визит государственной группе, в том числе иностранных группах, в том числе иностранных группах, в том числе иностранных группах, Российской Федерации. Сейчас я народный дипломат. О чем мы говорили? И вот как народная дипломатия, мы уже лет пять действуем с представительством ЛИДа, с органами власти республики. И это сотрудничество дипломатия, это благотворное, жилотворящее. Скажу, такой интересный момент, который напоминалось здесь, на школе, мы в Ассоциации тоже как-то активно занимаемся тем, что вызывают интересы людей, а просто дипломатические службы, рассказываем о ее особенностях. Но это проект школы дипломатов и так далее. С нашей стороны интересная просто страна, такой интересный район, регион, мы будем продолжать работать подрастающим поколением, так же направляется по словам. Ассоциация уникальных точек дипломатия, половина расставки. Вот этот потенциал, а исполнится исключительно для того, чтобы внести знания, теоретические службы, наверное, уже нет, переговоры. А вот народная, развитая дипломатия, общественная дипломатия, научные людей, литераторы. Словом мне, я, в последние четыре года, я купался в этой училище, в этой целом, это очень полезно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 модерирует первый заместитель министра по внешним связям и делам народов в республике Сахар-Якутии Владимир Николаевич Васильев. В ходе подготовки к организации мероприятий мы с коллегами не переставали удивляться многообразию интереснейших фактов и глубине спектра тематик в сфере истории внешних связей Николи. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы все время говорим 15 лет представительству Министерства иностранного дела России. Мы забываем о том, что этому предшествовало подготовительную работу, потому что решение было принято не сразу. Поэтому, наверное, можно, по сути, депутателю 25 лет. И когда 25 лет, то мы уже понимаем, что это целая ракута. Когда мы начинали, здесь есть коллеги, это первое место работы Министерства внешней связи в 94-й год, когда все визиты иностранные делегации проходили через Министерство внешней связи. Все. От Сенаторов и Соединенных Штатов Америки до визитов иностранных дел. Самых маленьких иностранных дел. И все проходили через Министерство внешней связи. Встановление, этап встановления был отдел, визовый отдел, с которым была Николай Васильевич. И постепенно Министерство иностранных дел выразило доверие, учитывая активность Республики в развитии внешней связи. На этом поле сложном, весьма интересном, посыщенном и полезном развитии наших регионов. Поэтому, по сути, это целая эпоха Николай Васильевич, который во главе всего этого движения большого. Он, по сути, человеком похор. На самом деле, я не забоюсь его оттуда сказать, что я ассоциирую его как человеком похор. Не уходящим. Я надеюсь, что, как вчера прозвучала о том, что интересны. Это представитель Министерства иностранных делегации. Я думаю, что они останутся единственными. На самом деле заложена так крепкая база, которая даст плоды и в будущем заложенные посеянные те семена, в том числе в рамках проекта «Будущие дипломаты» посеянные те семена, которые дадут еще плоды. Они дадут уже сегодня прорастать, но на будущем у нас есть куда стремиться, то есть есть тот самый опыт, что суверенность может смогли получить при непосредственной поддержке иностранных дел в России. Сегодня конференция, по сути, вторая гражданная научная конференция, но с историческим аспектом, поскольку я понимаю, она с таким глубоким взглядом в прошлое. Во-первых, это место, когда населена впервые проводится. Впереди Николай Васильевич и Диакмазович, когда он так выступил, я тоже отдельно благодарна встрече, а всем людям желаю успехов, хорошо проработать, и Николаю Васильевичу, нашим всем тем самым невидимым фронтом, которые работают на благо развития грешной связи, научной дипломатии, народной дипломатии. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. В нашей стране заключается в том, чтобы формировать максимально эффективную систему, при которой субъекты Федерации получат возможность для максимальной реализации своих потенциалов. Тарасов Сергей Петрович, от шеф-представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Якутске, для выступления с докладом «Якутия. Судьбе российского дипломата 18 века» Микаила Гавриловича Валкина. Уважаемые участники конференции, позвольте мне начать на выступление. Внешняя политика любого государства складывается под воздействием таких объективных факторов, как особенности географического положения, экономики, культуры, религии и исторического развития данной страны. На их основе проговорятся национальные интересы государства, которые могут менять свою политическую окраску, но, по сути, остаются они измерными и порой на протяжении многих идов. Если придется в двух историй, деятельность российской дипломатической службы неизменно была подчинена задачей наиболее полного обеспечения государственных общенациональных интересов на международной линии, пока не понимались на различных этапах развития нашего отечества. В 1718 году первое в нашей стране ведомство посольских приказ был преобразован в коллегию иностранных дел. Коллегия иностранных дел действовала по особому регламенту и заведовала отношениями России с иностранными государствами. В период деятельности коллегии она осуществляла активную деятельность, правда, ее работа осуществляла активную деятельность приятных палатных дипломатов, проложившихся в основные принципы и приемы русской дипломатии на длительный будущий период. Таковыми являются, в частности, первый президент коллегии, канцлер Гаврил Иванович Головкин и его сын, вице-канцлер Михаил Гаврилович Головкин. Личность Михаил Головкина, видного государственного деятеля и дипломата, представляет для нас особый интерес к всестороннему исследованию, как дипломата столь высокого ранга, прожившим длительное время в Якутии, находясь в политической сутке. С этой целью представительства МИД России в городе Ягутске, совместно с Центральным аппаратом МИД России, была проведена совместная работа в историко-документальном департаменте Министерства иностранных дел России по исследованию личности Михаила Гавриловича. В фондах архива внешней политики Российской империи было обнаружено ряд документов, некоторые из которых ранее не публиковались. В процессе своего выступления я буду более подробно останавливаться на некоторых из них. Дипломат и государственный деятель Михаил Головкин родился в 1699 году, будучи младшим и стал сыноветь первого русского канцлера Гаврила Ивановича Головкина. Род Головкины являлся на тот период времени одним из и более влиятельных империй. Он берет свое начало у боярина Ивана Ивановича Головкина. Гаврилович прожил 55 лет, последние 13 из которых он провел в Египетии. Позвольте периодизировать доклад на движение в Европу. На этот счет в словаре достопамятных людей для выступления с докладом на тему «Вклад Мигалкина в развитие дипломатии региона». Уважаемые участники конференции, уважаемый президиум, Александр Васильевич Нигалкин, якубский и российский политик и дипломат, кандидат философских навод, член, корреспондент Равен, человек с уникальной биографией, оставил заметный след в истории Якуб и Нового времени. С высоты сегодняшнего дня приходит понимание, что его деятельность составила целую эпоху в развитии международных, личноэкономических и межрегиональных сетей Республики Сахар. Болье их случая было дано ему стать тем человеком, который в 1990-е годы оказался готовым к такой новой и неизведанной для Якутия в работе как дипломатии. Александр Васильевич был руководителем, дипломатом, как говорится, от Бога. Сочетал практическую работу со смеселением происходящих процессов в сфере внешних связей, задал парагогическое развитие внешних связей Якутии. Меру строгий и меру требовательный он всегда стремился находить оптимальные решения, всегда предугадывал направления и новые вызовы времени в внешней политике страны. Он верил в Россию, в будущее страны, как многонационального федеративного государства, государства, объединившего народы, сохранившего культуру и языки своих народов. Он глубоко понимал и принимал учения классика якутской литературы мыслителя Алексея Ильича Кулаковского, эксекулятора, был одним из первых защитивших кандидатскую диссертацию, анализировали в том числе и его хрустовские воззрения. Алексея Кулаковского о праве народов на жизнь, идее борьбы против насилия и сохранения цивилизации, но и существования человечества, как человек, который страстно влезли его связи с другими. Алексей Кулаковский размышлял о месте народа Совка в геополитическом пространстве. Он сделал правильный вывод о том, что у народа Совка свой путь развития, но не деятельность Кулаковского. Его взгляды и удивления были для Александра Васильевича, вдохновляющих примеров служения интересам народа, а не цивилизм государства, готова к убиткости этой ключевой области своей деятельности данного правительства. Диригирование национальным государством Ряд Горбачева и Новая Россия, ставшей частью современного мира, в конце 1980-х, начали двигаться в новый политический ремень. Это, думаю, только одна из главных процессов, изменившимися за экономическими реалиями. Здесь необходимо, когда наша республика начинала самостоятельные шаги, президент, записанным благодаря поддержке Александра Яковенко, департамента информации и печати МИД России, он заявил тогда. Прежде всего, я хочу сказать, что за 10 лет мы прошли большой путь. Конечно, в начале 1990-х годов было довольно сложно устраивать эти связи, потому что не все было прописано в Конституции сообществ законодательных актов. Мы, как я подчеркивал в свое время, создали совет субъекта федерации при МИД. С тех пор наладились очень хорошие, конструктивные, я бы сказал, коллегальные отношения с нашими партнерами, которые занимаются международными связями субъектов федерации. Это полностью отмечается и клеточники. Более того, мы вместе с вами о том, как улучшить, как выстраивать отношения, как лучше готовить кадры для такого рода деятельности, каким образом МИД может оказывать содействие в расширении связей. С другой стороны, рассчитаем, что это не должна быть дорога к сознасторонним движениям. Мы не берем на себя роль только учителя. Мы хотим, чтобы это было плодом наших коллективных творческих усилий, сотрудничества. Уже много лет мы вместе с вами строим внешние связи регионов России. Я хочу подчеркнуть и поблагодарить руководство республики и руководство министерства за то, что понимание и поддержку за то сотрудничество, что сложилось в последние десятилетия. Конец цитаты. Дипломатия регионов направо на глянь. Вертикаль власти креплялась, что зря волновались. Дипломатия регионов есть и будет, несмотря на изменения, коснувшиеся прямых международных связей, а не все иностранные дела России, республики, сохранят эту тему. Александр Васильевич беспокоился о будущем внешнем сфере. Под его проводцем разработано и предъявление законной республики Сахар по внешнему сфере. А то, и на концепции развития внешних средств на республики Сахарев. В следующих средствах на 2003-й, а также на 2004-й. Список очень большой, а у нас времени в целом сумме 3 часа 15 минут. Поэтому без вовремя впечатлений. На пленарке меня представляли, республика опоздала, еще раз скажу, меня зовут Василий Владимирович Николаевич, республика, первый заместитель министра по внешним связям и делам народа республики Сахарев. Возможно, до обеда все модерировать будет, если еще нечего. Присяжный Михаил Юрьевич, первый заместитель министра образования республики Сахарев. Так, ну список желающих выступить не дали в алфавитном порядке. Отметили тех, у кого нет презентации, и, кстати, в прошлом, я сказал, первый год может сдавать всем, у кого нет презента. Я не знаю, почему. Такое позывание. Я думаю, это не правильно. Да, это будет очень правильно. Да, вот как раз мне, Георгий Юрьевич, присядный к нам присоединен, с этим модератом. Ну, я, наверное, пойду. Так как многих из перечисленных людей я в лицо не знаю, и некоторые, по-моему, еще даже не подошли, будем искать, как бы, я буду называть фамилию, если человек и здесь, значит, мы ему даем слова. Кто спешит, как? Да. Шел разговор тоже по той же теме, которая озвучена в 15 лет, сказано, да? Что мы, какое место мы займем в глобальном мире. Поэтому просим минуту, безжалостно прерываясь. Да, сразу, начиная сам говорить, Сеевой. Нацел, что каждая история общества знаний и политологии средствового преследа с докладом на тему влияния международного взаимодействия на расширение круглого года учащихся. Смир, наметим 52 минуты. Я, посмеюсь, сам буду проектировать. Хорошо, с темой редактор. Идем дальше. Я начинаю с конца темы учащихся. На песне не прекратировала, была на 5 раз и есть учительные учимы и учащихся требуют. Я понимаю, да? Я ученики, нуждаюсь учителя. И в настоящее время учащихся это очень достижимое понятие. Это не только школьник, это вообще студент, это вообще любой человек, который сейчас в итоге информационного общества должен учиться всю жизнь. Дальше, пожалуйста. Вот. Вот информационное общество приведет у нас глобализация и самокационного общества с протестными государствами взятыми. Человек не приходит к такому безнадежности, где бы ни было торговой промышленности, у нас включение, где люди, у нас пасхаларные инструменты, у нас и между этим еще сеть. Мы глобальны, естественно, это будет влиять на нашу психологию, на нашу руководку, на нашу пасхаларные инструменты. Пожалуйста, дальше. Вы поняли, что в моем преступлении будет связано педагогика и педагогика и педагогика. Вот расширение педагогового студента мы будем, особенно мы обращаем внимание на родителей как-то вернуться к памятильному мышлению. Очень так, чтобы в области культурологии тоже что-то проводилось, какие-то проекты, детской дипломатии и так далее. Спасибо вам. Я Панасьевичу Алексееву на тему пенсионное обеспечение жизни жителей Арктик на примере людей Канады. С школы как-то мы начали. Хорошо. Вреди не вошади. Сейчас подходит клиповое сознание месяца шрицария. Я учусь в 50-м классе на пищеволоках. Всего моего доклада является функционным обеспечением жителей Арктики на примере путей Канады. Мы научимся Николая и учебным делом на дожице вечером тела. Актуальность наша работа в основе тем, что Россий полонцик и с полонцик тряпит все свои селения в Канаде в 65-м 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 Но он правоприемник Института малочисленных проблем народа Севера. Поэтому, какими проблемами мы занимаемся, у нас и наша боль, и наша гордость, и все прочее. Я знаю, что Якутия имеет очень большой практический опыт изучения артической территории, зарубежной науки. Я думаю, что я заинтересован в сотрудничестве с институтским ученым по вопросам поддержки, сохранения и развития материальной и нематериальной культуры, а также родного языка, носителей церкви полярной цивилизации. О церкви полярной цивилизации, я думаю, будет сегодня в своем постановлении говорить, уважаемый Яна Алексеевна. Но я бы хотела застыть ваше внимание, что сотрудничество Якутии со странами Азиатско-Тихоокеанского региона становится актуальным на современном этапе глобализации и интеграции. Поэтому можно сказать, что это сотрудничество является многоплановым, затрагивает разные сферы, включая экономику, экологию, энергетику, сельское хозяйство, внедрение инноваций, высоких технологий. И мы в целом, в общем-то, наш институт сотрудничает с различными странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Я лично являлась координатором международных проектов, но начинался проект, скажем, с Финляндии, сотрудничество с Финляндии по вопросам о развитии энергетики в республике Саха-Якутия. На основе этого товарища, который пребывал здесь, сотрудничал с нами, потом защитил консертацию в университете Кельсинка в Александровском институте. В 2012 году между нашими институтами и институтом российских, восточноевропейских и евразийских исследований Северного государственного университета было подписано соглашение с сотрудничеством в рамках проекта, который назывался «Установление базиса для корейско-россовского сотрудничества в энергетическом секторе». «Установление базиса для корейско-россовского сотрудничества» Вопрос этот довольно сложный, принимался он на высоких площадках, в том числе и организациями национальности. В 1960 году обсуждался этот вопрос в контексте практики Советского Союза. Как вы знаете, по конституции Советского Союза, в 15-ти союзным республикам, за ними признавалась международная правосубъектность. И поскольку практика была такая необычная, это серьезно повлияло и на совминениях произошли, ну и, конечно же, был выраздан подход о том, что мы обратимся к современной России. И сейчас по этому вопросу в российской... ...посвященную... ...эффективный способ демонстрации вузов. ...и на самом деле многое... ...демонстрация организуется... ...совместными и научными следователями... ...совместными и научными следователями... ...совместительной организацией вузов. ...у многих странных студентов... ...мениться двоя из офисов. ...непридоризм... ...непридоризм... ...потнако, это не так. И я считаю, что студенческий туризм опровергнет, какие повреди... ...словицы. ...словицы. ...эффективные комфорты дают больше возможностей... ...проводения экскурсии. Энергичный спектакль позволяет проводить больше... ...эффективные формы с производством. ...и будут несколько компенсировать... ...стоит... ...стоит взять с рядом... ...совместных мистецов. ...возголов... ...местец... ...времени Масарика... ...санции университета Мюнджи в Корее... ...и с инвеститетом в Катрайд. Три установки получились... ...когнитивного диссонанса. У меня... ...святарова сказала ЮНЕСКО... ...что будешь говорить о юбилее... ...о работе ЮНЕСКО... ...потом, значит, ваше информационное... ...сегодня говорят о стратегии 2032. Надо вложить... ...и в это не надо. ...да... ...испроект ЮНЕСКО... ...и в ВЭЦ... ...это будет мое предложение... ...в стратегии 3032. В качестве примера... ...я предлагаю... ...вот наш международный проект... ...сихополярная цивилизация... ...в музеях мира. ...это проект был... ...принятым достаточно давно... ...уже как... ...вообще я хотела бы обозначить... ...еще одно предложение... ...в эту стратегию... ...а именно... ...усиление... ...оптического измерения... ...ЮНЕСКО... ...что... ...проходили в ЮНЕСКО... ...десяка проектов... ...это циклополярная цивилизация... ...это точевое образование... ...селях Арктики... ...это музей... ...глобальный... ...некрадиционный вид... ...спорта... ...глинские столбы... ...и так далее... ...то есть... ...нашим... ...стратегии 32... ...неотпонимое... ...это направление усилить... ...далее... ...мочите... ...наше... ...сегодня... ...вспоминали... ...нашу... ...десят... ...это... ...пятнадцать... ...это... ...международную... ...это... 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 ...что... ...нах... ...нах... ...а... ...это... ...эффективно... ...политиков... ...по... ...посредством... ...окуполярной... ...севолигации... ...продвигал... ...интересы... ...ы якутии... ...международном пространстве... ...и поскольку... ...это... ...идея... ...вошла также... ...оп... ...ацура. Значит, эти цели проекта, безусловно, рассчитаны на то, чтобы наше культурное и духовное наследие народов Якутии, народов Арктики, и его интеллектуального развития. Далее, мы только вчера, в эти дни, отмечаем юбилей Аюнского, который завещал нам. То есть, мы можем продвигаться в мир, не сколько своими природными ресурсами, сколько своими интеллектуальными продуктами. И это очень важно. И эти продукты у нас могут быть самого разного свойства. Только что выступавший сейчас передо мной, магистрат говорил именно о международных, интеллектуальных взаимодействиях. И это взаимодействие у нас могут быть очень много, иметь очень много возможностей, в отличие от того, что говорила Белешанова. Какие-то соглашения социально-клинические и прочие, с ними очень трудно работать, будете субъектом. А на уровне интеллекта, на уровне образования, мы можем себе позволить множество контактов с коренными народами мира. Этот проект нам позволил сосредоточить под себя множество коренных народов мира и дать им тоже импульс к развитию. Далее. Вот мы, этот дипуск к развитию, мы прежде всего продвигали через международные общественные организации. Это ЕКО. Организация Музеев. Совершенно открытая организация, как раз способная работать с интеллектуальным, культурным, духовным наследием народов мира. И вот, сейчас, вот как раз после обеда у нас будет стратегическая сессия, возглавляемая Екатерой Васильевной. Я полагаю, что этой сессии мы способны как раз подать идеи именно подобного свойства. Хотелось бы сказать, что благодаря этому проекту мы смогли объединить различные музеи. В другом музее, где хранится наше наследие. Иначе бы они нам бы это свои, в свое время собранные вещи нам бы не открыли. Только через проект, которые их тоже развивали, они могут вести на встречу. Далее. И так, это вот это выдающийся можно сказать личностей, рассвет советтора международного музейного мира. Далее. Вот даже видите, даже, вот внуку Толстого, я специально это создать удовесла, чтобы показать, что это наследие интеллектуальное, греянственное, имеет, у нас его возглавляет полстоги Шумова. Далее. Итак, таким образом мы этот свой план внесли, как вы видите, через российский наш уровень, внесли это, создали специальный международный общественный совет и создали их планы, действия, или планы на этого действия. Далее. И мы организовали в нескольких пространствах наши конференции именно по этой идее. Далее. И открыли, конечно, информационное пространство в виде сайта на двух языках. Далее. Выходили на ООН, уровня Альянса Цивилизации. То есть, вот этот интеллектуальный продукт нам позволяет, мы открыли медали. И так, значит, мы даже, благодаря этому проекту, смогли открыть оптическое измерение ЮНЕСКОЕ. И это измерение у нас продолжается, вы знаете. Итак, завершая свое выступление, последние, так, желательно. Мы хотели бы, дальше, значит, открыли уже научные открытия, благодаря продвижению этого мируфанта, мы приняли, которые получили признание научного сообщества мира, получили научные открытия и создали двухязычные учебные пособия, изданная АФ, издательство наука, которое, принимается в качестве усилия. Учебное учебного пособия университета в Арктике. Вы там знаете, более 40 вузов там собраны. И это становится доступным для всех, кто ведет оптические региональные различные программы через университет Арктики. Таким образом, я бы хотела сказать, что вот эта наша юбилейная дата позволяет нам осмыслить пройденный путь и вырвать предложения для дальнейшего развития стратегии 32, в котором мы могли бы пойти именно своими интеллектуальными продуктами способны. ...внешних связей, то есть публика. Всем добрый день. Я бы хотела представить название своей идеей еще раз. Не совсем хорошо видно, но тем не менее, да? Государственная политика Российской Федерации именно с соотечественниками является одной из тех, надзадачей внешней и внутренней политики Российской Федерации. И, учитывая сложившуюся внешнеполитическую ситуацию, активизация обеима соотечественниками, она имеет очень большой потенциал в сфере развития мягкой силы Российской Федерации. И в этом контексте, конечно, мы хотели бы рассмотреть именно связи Якутии со своими соотечественниками, якутианами, которые проживают за обедомами. При этих целях было проведено исследование внешних связей республики и опрос соотечественников, которые проживают как в России, так и за рубежом, но именно для данного материала была сделана выбор тех соотечественниками, которые проживают за обедомами. Елена, я не буду пересказывать все то, что, в принципе, делает администерство, что внешним связям и делам на выборах, делает представительственник в России, здесь в Якутске, и хотела бы чисто какие-то оптические моменты. Необходимо отметить, что наши якутияне очень по общественной и экономической жизни у нас проживали. Может, и следующее? И по делам с отечественниками, как за рубежом, просто сотрудничество, делам с молодежью для того, чтобы организовывать. И также еще одним предложением является это проведение всемирного пола медиатора, в котором некоторые коллеги, которые здесь присутствуют, услышали, когда мы обсуждали эту возможность в прошлом году. Думаю, что мы все, как бы улетали, можем одновременно информацию и обработать визуально и проявлять, поэтому резонанс пусть идет, и это мы немножко консенсорно говорим, эти мысли идут в картостью времени, да? Но продолжая видеть в Агриде и Лагины, от любого мышления, в Синьи, мы, как педагоги, с этим реально сталкиваемся. Вот, например, у нас есть лагерь, который соприкосновляет дети всей республики. Мы сейчас очень радуемся, когда к нам приезжают дети северных кулусов. Почему? Не только потому, что они из-за река приедены, но потому, что они напоминают нам образчик детей нашего поколения, с активностью, со здоровой психикой, при доступе вот таких игровых и каких-то планшетных зависимостей, да? Им не нужен интернет и так далее. Городские дети приезжают, если видят, что нет Wi-Fi, нет хорошего интернета, они хотят звонять родителями, говорят, заберите, у нас отсюда здесь очень плохо. И поэтому, конечно, этот проект, будущий дипломат, он, хотя вот 12 лет назад дипломата начался, когда еще не было речи ни о слов скиллах, ни о гибких компетенциях, но уже о предстоятельных причинах. Но уже мы тогда вот как-то и у нас с Евгением Васильевичем задумались на эту тему, что надо все-таки развивать коммуникативные качества, не только для того, чтобы дипломатами становились, понятно, что единицы ими будут, но именно для того, чтобы мы были убедительны в своей жизни, и профессиональной, и личной. И надо сказать, что вот Александр Иванович сказал, что его не пристали приглашать, но мы его в первые активные годы приглашали, конечно, потом очень приятный был, мы, видимо, возглавим это дело. Ну вот, и благодаря вот такому активному сотрудничеству, и так как мы работаем с разными социальными партнерами по разным направлениям, хочется отметить, что действительно профессионализм, дипломатии, коммуникативности, кооперации у наших партнеров, рецепт строительства нет, и естественно внешние уделения, он, конечно, очень революрует, и благодаря этому получился такой, конечно, проект. На самом деле он очень мало гиджетная система образования, откровенно говоря, но благодаря наличию таких удержанных партнеров, получается, что очень масштабная поддержка детей идет. И предусматривается равенство доступа к участию в этом корпусе, потому что есть три зоны. Есть три зоны у нас, детей северной улосы, сельские улосы и города. И вот по этим всем зонам у нас определяется победительность, в разной степени. То есть, в принципе, любой ребенок, вне зависимости от незаконности, имеет шанс на победу. Но не победе, конечно, самое главное, самое главное, это то, что ребята получают очень активные такие продвижения по одному контенту, который, в общем-то, в школе хорошо не дается. Потому что школа сейчас ограничена, мы тоже так говорим о себе, школа сейчас подобна кишаку, который вводит вопросом, называемый подготовки гамм. А дополнительное образование в этом плане свободно, может идти туда, куда хочет, и реализовывать то, что хочется, и требуется нашими детьми и работниками. И вот сейчас хочется отметить, что в таком проекте будущий дипломат, он, конечно, должен все-таки нарастать. Сейчас у нас уже свыше 300 детей участвуют в конкурсе, но на самом деле, вот, подобного плана мероприятия и какие-то, может быть, конкурсы, тренинги, они должны все-таки увеличиваться. И поэтому мы призываем, конечно, и вас, как коллег, чтобы вы тоже активнее к этому движению присоединялись, чтобы наши дети, как можно больше активно коммуницировали, могли быть убедительными и на русском, и на английском языках, для того, чтобы позиционировать себя за пределами республики. И вот сейчас такая тенденция нарастает, что новомодными такими стали у нас, ну, конечно, это веяние времени, цифровизация, мы говорим, цифровизация экономики, общества, мы говорим про то, что должны заниматься технопарки, конечно, это все нужно, но все-таки сейчас, вот вчера была лекция, вот одного из ведущего лектора из Гонконга, из Синдокуга тоже говорят, что они на самом деле делают упор на развитие в детях как раз-таки коммуникативности. Это как раз-таки как преодоление, вот давление цифровизации, и в то же время, чтобы дети не становились уже сами приложениями, мобильным приложением, да, вот, и наши усилия совместные на межведомственной основе, они дают определенный результат. Мы их нам к таким проектам и, конечно же, на сфериканском. Вот, например, сто лет назад вверхое сообщество... ...пределение детства, я понял, ну, сократился в своей степени и тема изменения, она касается геополитических факторов в развитии Путка. Хорошо. Так, одним из главных путей возразивания российского государства на мировую арену в качестве великой державы является динамично разбитой ее восточной территории. Это объясняется следующим моментом. Первое, это смещение в центре мирового развития Китая. Второе, создание буфорной зоны на западных путешествиях России и активное подвижение на Атмироноскоп. И третье, это, конечно, огромный прежонный присутствует в Арктике на Дальнем Астоке. Российский северо-восток обладает по-нушему двумя несомненными преимуществами, конкурентными преимуществами по отношению к другим частям страны. Первое, это диастратегический мост между Азией и Европой. И второе, это главный ресурсный антитрический организал этой страны. И эти два стратегических преимущества необходимо, конечно, умеем защищать и использовать полноценно для успеха на развитие государства. И вот одним из последних шагов в этом направлении наше гиператическое дорожку является решение в ноябре текущего года указа президента присоединить Бурятию и Добайкаль Азии и Европы и Восточному федеральному округу. В данном решении отчетливо просматривает внешнеполитическое и военно-стратегическое подоплево. Но в арктической зоне, точнее, в арктическом трансграничном регионе, Россия через морские границы, на востоке она поддержана с Америкой и с Канадой, на западе с Норвегией и Данией. Кроме этого, Исландия, Швеция и Финляндия также предъявили свои претензии на арктические территории. Кроме того, готовность разработать месторождение на арктическом шельце, удивляя более 20 стран, числые в Китае, в Бразилии, Японии, Индии. За причину такого повышенного интереса откроется в огромных безопасных нефти и гражданах, а также возможность эффективного использования сером арктики. Но Республика Святая Якутия играет особую роль в геополитическом пространстве России. Она просекает, в первую очередь, из таких базовых критерей в геополитике, как наличие неберных пространства, наличие природных производств, непосредственный выход к морю, приближенность к центру мирового развития. Он сегодня Якутия является несущей конструкцией архитектуры геополитического пространства Европы. В постыке Республика может стать опорной базой для освоения многотических минорортических дошельцев и для природных территорий севера России. В форме такой борьбы из-за ресурсов сегодня, которая уже началась на граммоварении, территория Якутия становится самым лакомным кусочком среди нетронутых природных безусловно, и уже испытывает сегодня жесткую дистанцию очистки безусловно, мы, конечно, ожидаем мультипликативного эффекта, как можно говорить сегодня, реализация крупных инвес-проектов, но вместе с тем, нельзя исключать опасности новой реализации при освоении природных регионов, когда совершенно наблюдаются интересы населения и местная специфика, а территория, как и прежде, обречена стараться соблюдать концерт. Для обеспечения цивилизованного порядка освоения минеральных ресурсов, необходимо предусмотреть полнокровное участие обеспечение местной территории, обязательное проведение экологической экспертизы, как главные условия, будучи лицензией на заработку полезных ископаемых, ну и, конечно, строгое соблюдение предоохранных автомобилей. Поискового разведочной работы в условиях Арктики неизбежно столкнуться с трудностями технических порядок, разрешить которые получат мощную инфраструктурную континентальную базу. В Якутии для этого имеются наилучшие условия. Соответственно, будет усиливаться роль опорных пасы центров на побережье, особенно устья крупных наших садоходных век веков и в этом случае необходимо концентрировать социально-экономическое развитие в отдельных центрах первого порядка, то есть те поселения, которые непосредственно отложены на обережье северное наслое. Эти центры одновременно будут выполнять двойственную транспортную обеспечивать как речные, так и морские пассажирские перегрузки. Со временем они могут распределиться в опорные базы для освоения расположенных относительной близости природных ресурсов, которые размещены на аркетчиках шеи. В этой связи на Якутском побережье совесообразно также сформировать два или три технически мощно оснащенных центра для обслуживания морских судов, потому что именно на Якутске берегов пролегает самая тяжелая и самая сложная часть северного москова. Также будет играть роль в будущем посреди интенсивного освоения аркетчих регионов. опорные центры второго ряда. Таким можно отнести городские поселения, расположенные на том гривенном долине север прежде всего это крупно. На протяжении многих веков Север играл уфологическую роль российского массового сознания. Он был настоящим русским фронтиром. пространственным заключением символом территориального величия источников исчерпаемых ресурсов. Север стал основополагающей частью российской генетичности за счет необъятных историй, которая играла важную роль в строительстве и служила большевым маркером российской государственности. Но сегодня как мы видим, как это было в прошлом. Российская артика в основном предоставит в качестве окарных условных пространств, которое ожидал использовать символические демонстрации все время. Спасибо большое. Анатолию Васильевичу Международному 你知道 «Кажем помог大ивали». Чтобы Behren если будут видеть департаменты какие спец не ненавиали. Я избран в прошлом году, в декабре, то есть менее год работал в нынешнем кафедре, и вот за два года, до 2017-2018, я бы поинформировал, что надо делать. Первая задача у нас была в период изучения состояний дел по актической тематике, которая у нас проводится в соуслуге. Следующий слайд. Ну, актическим управлением у нас занимается кафедра Ильинска, научно-исследовательский ситут ООНХО и сохранением культурного наследия. Института рубежной филологии, института жуков культуры в Северо-Востоке и кафедры населения. Следующий слайд. Ну, конечно, очень большую лепту делают университет Арктики, который создан в 98-м году, и в данную лепту в университете функционируют русские личные центры, и там огромная поддержка. И на данный момент университет Арктики имеет 47 тематических сетей, из которых 17 участвует наш университет, из которых 3 тематические сети руководят наши ученые. Вот тематика тематических сетей университета Арктики. Следующий. Так, образователь программы, магистрская программа, новая медлення с 16-го года, один от этой программы, еще там было несколько программ. Так, что разговорное время здравоохраняющих технологий, сохранение развития культуры, т.е. опасные, мощные экспериментальные, экспертное значительное спороизводство. Следующий сайт. Ну вот теперь конкретно, какие проекты. Представим, что занимаем, которые занимаются гранатом и научным сотрудникам. Это институт исследований. Это институт исследований по биохидизмам, тех, кто же год, экосистем, звонок, изменения Крыма. Дальше. Бюджет углерода. Тоже тут руководители. Присажный. И Максимов Трофим Трофимов Сахонович. Тоже проводят исследования. Довольно много, может, экспедиций. И работают. Дальше. В российской команды, экспедиций по исследованию экосистемы Арктики. Это, в основном, были пункты изучения листового озера и т.д. Тоже населют. Ну, по-сераконам занимаются эти проекты. Дальше. Так. Технологии по получению водостойких сматочных материалов. Это Лобково. Физико-сераконситель, управляющий. Дальше. Так. Проект, правда, был использован тоже на позитонах материала. Тоже охлевел, который занимается этим. Дальше. И вот создана международная фиккуполярная обсерватория, руководитель же Горщикова. Они достаточно активно начали проекты. И в конце днях проводятся международные конференции у нас в следующем году. Дальше. По истерям культуры народов в Северном Союзе, в соответствии с университетом исследований Кенбергского университета, занимается Алексей Анатолий Афанасьевич. Они довели очень много экспедиций. Десять проектных экспедиций. Следующий проект. Ну, опубликовали все публикации в фокусе. Вот обстоятельства. Дальше. Следующий проект. Проект этническая скульптура Италии народов в Северном Союзе. Северном Союзе. И наш скульптурный. Очень актуальный проект. Вот это вот. Откровенно становится в каждом году, если больше и больше. И. 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 У. И. Тут еще есть и мощная сеть «Северинская скачинская» производителя на севере. Это совместный проект. С. Канадой. У. 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 Мы организовали Координационный совет, провели два заседания и собрали наиболее таких ученых, которые занимаются проблемой Арктики по адаптации к климам. У нас очень хорошее сотрудничество наладилось со съемным форумом. Мы начали участвовать в рабочей комиссии и стали базовой площадкой Северной Форума, лечили проблемой климата. Вот члены рабочей группы, предварители, которые начали сотрудничать. Следующее, с госкомитетом по Ивана Арктики мы тоже начали сотрудничество. И вот в апреле этого года будет конференция американская, арт-инвектор, который будет уже направлен на изменения к климам. Ну и другие, как те работы у нас проведения в социальных сетях. Другие у нас, в основном, в арктике, как правило, организационный шанс. И так, формально впечатление, я думаю, принимаю участие в будущем. Вот наш портал, арт-плиропедия. Ну и вот, проекты, представлены в конкурсе «Гранты в РФФРИ». Мы совместно с коллегами, которые нас занимают в арктике. Четыре проекта вы ставили, к сожалению, не получили поддержку. Значит, все ценим, много слов. И вот, недавно, мы слышали хорошие новости, сотрудничество по проекту «Интеракт». У нас включили нашу кафедру, адаптации людей окружающей среде. Дальше. Ну и научная работа, участие в формах и так далее. Мы ориентируем на арктическую школу международных людей, сотрудничество по проблемам в арктике и дальше. Ну и вот основные направления. Все, спасибо. Вопросы будут платить. Да, спасибо, Анатолий Васильевич. Конечно, сжатость времени очень сильно нам мешает. Но тем не менее, давайте постараемся в темпе пройти. Прежде чем передать слово следующему докладчику, еще раз напоминаем наши регламенты. Только 7 минут на выступление и чтобы оставить время для обсудения. Следующее слово я хотел бы передать Василию Васильеву Ильичу. Международное сотрудничество в сохранении, изучении и распространении культурного развития людей. Добрый день, уважаемые коллеги. Я просто озвучиваю основные тезисы доклада, которые заявил Александр Николаевич. 25 ноября 2005 года произошло знаменательное событие для якутяна. Это провозглашение Эпоса Ланхо. 5 секунд дальше, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5. Не знаю, что мы не успели. Для всех якутян это событие провозглашение Эпоса Ланхо шедевром устного и материального наследия человечества. И такой же статус ранее получил Эпос, точнее так, искусство исполнителей Эпоса киргизского Эта Манаши. Естественно, интерес исследователей Манаши, исследователей Ланхо взаимные интересы в рамках таких вот событий усилился. Но вот в 1999 году, вот тоже своя история существует, был создан организационный комитет и форум организации международной, которая объединила несколько десяток стран, в том числе Россию. И руководителем этого проекта был андекс-полтан Закиев. Зависителю Эпоса, второе – это Манас и третье – Эдмата. И вот мы видим, что в Киргизии в десятые годы были очень сложные политические события. В Огнене-Малитебе, скажем так, два субъекта – это Абосов. И для того, чтобы решить многие вопросы, необходимо было решать в том числе вопросы сообщественности. Это подготовка Эпоса, исследование Эпоса Манас и совместный проект, так называемый «Стречный перевод Эпоса Уанхо на киргизский язык» и Эпоса Манас на якутский язык. В 2014 году этот проект был реализован, были выпущены два издания на киргизском языке, на русском языке. Вот мы видим эти две книги, по объему они одинаковые. Эпоса Манас – это версия, которая была подготовлена Бексултаном. Эти книги были подарены Алмазбеку Атамбаеву и несколько проектов, тоже связанных с Максимом Тиреевичем Алмасовым. «Можно…» «Представьте все взлет, что мы как-то можем…» «Свучание этого корейского «корка» мне напоминает вообще как-то боксер-стерлинг». «Я лучше постараюсь быстрее». Ну и откуда должны быть? «Ну, почему…» Курты Makesow – это не fun, очень близки с Bahawagovым. Речи девочек хотелось на двух проблемах. Первая — проблема связанная с культурой наследии, Сохранение и презентация культурного наследия народа Саха и малочастинка Калининского города Севера. И вторая проблема, это, конечно, обратить внимание на нашу диаспору-борубежную. Постараемся объединить и эти темы, которые являются символом русской культуры. Но очень важно обратить внимание на то, что это действительно культурное наследие кочевников степной Гразии. Если я бы часто сказала, то она сказала о тех компонентах, которые нас соединяют с тюрками Южной Сибири. То есть место памяти. И цепь является именно той самой территорией, где наша национальная культура репрезентирует культуру предков. А это память Юга, это понятно, что это колеводство, комосопетия, различные ворота, состязания, связанные с скачками, разные спортивные игры. Все это, конечно, реализуется через память Юга. То есть я говорю сейчас о степнушке кочевников. Я осмелился, я посмотрю, что вышло из этого. Добрый день. И хотелось бы сказать на практическом направлении Международного Денька Сибири и Организации. В современной эпоху гуорганизации Международного Денька Сибири играет важный роль в этом экономическом развитии. Активное части Международного Денька Сибири и Организации, членство в различных Международных Организациях, необходимо для налаживания отношений с инфрано-картонами и привлечения инвестиций из зарубежалов. Ну и по государственной стратегии, действительно, Арктики будут основаны так называемые опорные зоны. И вот это северо-якутская опорная зона. Как вы можете видеть, это северо-якутская опорная зона. И вот он прилегает, и мы здесь можем видеть северо-якутскую опорную зону. И вот согласно этой стратегии, основным проблемам, как раз таки, будет создание так называемых опорных зон. Однако, по плану финансирования арктического направления политики Куртии, большинство денег, которые будут выделены, они будут направлены в строительство ледоков. А вот как раз деньги на обустройство этих опорных зон, их будет захватать. Ну и конечно же, решение этим решением, эти проблемы, может стать о привлечении инвестиций из-за рубежа. Если мы не сможем с помощью, так называемого, традиционного метода привлечения инвестиций, тогда существуют и другие методы, такие как венчурные компании или кран-допустынг. Здесь мы можем видеть, что журнал «The Asian Journal of Shipping and Logistics» это исследование южнокорейских экспертов относительно выгодной маршрута, различных маршрутов из Тусана в Берлин. Ну и здесь мы можем видеть оценку конкультаспособности различных маршрутов. Здесь мы видим также маршрут через северный Москва и время транспортировки у этого пути. Соответственно, мы знаем, что отношения между юной Кореей, как взгляды, такие уж и юные, поэтому этот маршрут, он может оказаться очень актуальным целью, потому что маршрут через северный Москва будет занимаясь в Тур-Одесе. Этим самым можно наблюдать, что Корея как раз таки, она будет адресованной этим маршрутом, и это будет очень постепенно будущий будет уйти. Следующий случай. Также, как я буду сказать про проект Ямало СКГ. В этом проекте, получается, природный газ будет заворачиваться также в Китае и Японии через как раз таки северные послуги. Соответственно, так мы сможем привлечь также инвестиции от Китая и Японии, так и Ямало СКГ. Китайская сумма, получается, китайской доли этой партии Ямало СКГ превышает 30%, что уже отражает эти заинтересованные северные маршруты. Ну и, конечно же, через маршрут с северной Москва будет, и будет для этого высокий уровень. Обозначение артической зоны связано с районами Ютии. Как мы знаем, только лишь 5 районов признаны артическими. Вот эти, которые отмечены к Иллет-Билл-8, они не признаны. Хотя там, по сути, условия жизни, то есть в Иллет-СКГ все то же самое. Ну, как мы знаем, сейчас уже идет цель дела, однако люди до сих пор не признаны как артические. И вот этот вопрос тоже мешает нам развиваться. В Иллет-Билл-8 тоже не хотят вкладывать заинтересованные участники. В Иллет-Билл-8 проекты. И поставить эту имецию можно благодаря участию в международных организациях. КАМФ «Граница» — это граница, которую использует Арктический совет. Одна из самых известных и приятельных организаций по поводу Арктики. И вот они используют эту границу. И на каком-то виде, по этой границе как раз-таки подходят наши регионы Ютии. И то есть если мы, получается, установим такую границу, то это будет абсолютно логично, потому что она поставлена в соответствии со стандартной международной организацией «Самый уважаемый человек Арктики». Вот следующий слой. Я и к заключению хотел бы сказать, что как раз-таки перспектива нашей внешней политики Ютии, относительно Арктики, она будет большинство относится с северным путем. И если мы разрешим те проблемы, которые я озвучу, они и помогут нам в дальнейшем развитии нашей республики и внешней политики. Спасибо. В связи с этим, я думаю, что будет абсолютно логично передать слово по озвученной теме «Арктическое направление внешних связей Якутии», доценту картеру международных исследований «Эсфир» Дориане Дмитриевне Максимовне. У меня нет северной презентации, но действительно, это очень созвучно с предыдущим докладом. И очень хорошо, что сказали про оформленную зону развития. Но начну со своей любимой Канады, поскольку, помимо того, что я работаю в СИЛФУ, на кафедре международных исследований, я еще и научно-запреливаюсь в США и Канаде, Российской Академии Наук. И прежде всего, когда я занимался на Человек-Путии, меня интересовали отношения России и Канады, как двух северных стран, самых больших стран, и интересы наших стран очень сильно пересекаются, несмотря на то, что, конечно, геополитически Канады все-таки ближе к США, все это известно. Но я всем всегда, и где-то российскому, и в международном масштабе говорю, что в России Канады должны дружить, потому что у нас очень много сходных моментов. Так вот, Якутия одна из первых начала сотрудничество с Канадой. Сегодня много говорят, что с 1000 лет с 1992 года она существует. вообще в целом международное сотрудничество и пути. Но в Канаде у нас было также представительство, как было с 1995 года по 2012 год. И оно достаточно много проектов реализовало в зависимости от существования. Кроме того, до еще образования этого представительства, сотрудничество как раз началось в 1992 году с Канадой. Это были, ну, все вы знаете эти объекты. Компания «Фергюсон Синих Барк» построила в республике высшую школу музыки, два жилых микрорайона, которые у нас называются Борисовка и Николаевка, международный аэропорт, город Якутска, который сейчас у нас как международный турбинал используется. И все это у нас было построено канадской компанией, самой что-нибудь есть арктической и северо-западной территории. И это, кстати, из всех вот этих проектов, которые у нас были с Якутией, у Канады. Единственный, наверное, такой действительно арктический пост и территориальный принадлежностей, потому что Фергюсон Синих Барк, они представители канадской арктии. Все остальное у нас достаточно было более южной территории. Опять же, как вот сейчас говорили, границы Арктики, как мы определяем. Если определять Якутию с точки зрения всей территории Арктики, то, конечно, можно перечислить то, что Балтане у нас добывали золото вместе с канадцами. Кроме этого у нас и по отдельным бензинам были, и продолжается. Кстати, вот Анатолий Васильевич было перечислено по сельскому делу. Но самый-самый необычно уникальный проект — это восстановление популяции лесного безумия в Якутии, который с 2006 года этот проект у нас начался. Три раза завязывали зону, и они очень хорошо вышли, и все это куда-то получше у нас развивается. Вот, с канады мы переходим в США. Здесь у нас, ну, про США я коротко скажу, но Аляска у нас очень хорошо интересуется и Якутия, и Аляска нами интересуется, и у нас есть таких вот крупных. Это российско-американское тихоокеанское партнерство, которое может нам в перспективе дать неплохой потенциал для сотрудничества в Арктике. И, кроме этого, мы уже говорили про периоды Владимира Николаевича прекрасно, поэтому, чем мы говорили, да? И, в целом, ну, мой доклад, вот, кроме того, что я про канаду чуть-чуть историю сказала, я хотела бы дальше уйти в перспективу, что, вот, я как-то следователь, ближе к перспективе для Якутии, вот, в моем случае, США и российско-американское тихоокеанское партнерство для Якутии было бы перспективным. Дальше у нас есть Северный форум, Николай Александрович, пока я сейчас здесь присутствует, и, кроме этого, Ассоциация Мелоделия, Университет Арктики, все эти структуры очень хорошо за последние два, действительно, да, существуют в плане того, чтобы развивать сотрудничество, и считают то, что Северный форум должен действительно выйти на такой, ну, скажем так, чтобы объединить, вот, сама идея очень хорошая, потому что это старейшая организация вообще, если пройти среди северных регионов, и можно было бы, ну, еще много-много интересных проектов реализовать на базе Северного форума, как перспектива. Ну, и самая такая изюминка, про которую сейчас предыдущий докладчик начал говорить, сотрудничество с азиатскими странами по поводу нашей привлекательности по Северо-Якунской форумной зоне. Эта госпограмма у нас претерпела изменения с 2014 года, было издание 2017 года, 21 августа, госпограмма РГРФ о развитии Арктической зоны Российской Федерации. И там присутствует 8-м оборудовый зон, среди них Северо-Якунская зона, это пилотный проект, и здесь прописан интересный проект международного Китая, Якутия и Северного форума. То есть, вот, здесь любовный декарт по реке Лена из Якутска в Тикси до Якутска по железной дороге из Хамена. Груза, он требует перевозиться из Тикси дальше в Европу. И Китай мог бы это использовать. Вот мы недавно участвовали в рабочей группе китайско-российского сотрудничества в Арктике. Именно этот путь их интересует. И, ну, здесь, наверное, не надо указать, то, что, помимо этого, конечно, китайцев интересует наши флорумные ресурсы. Был проект, который, я так понимаю, за куксаланды, по добыче олова в мастянском районе. Тоже арктический проект, и этот проект поддерживается в Министерство промышленности и торговли в России. И вообще, в целом, почему он тоже интересен и для России, и для вообще всего мира, потому что олова у нас в стране сбывается только в Хабаровском крае. И оно диспетчивает только подряд. Отличие олова в Хабаровском крае всего 10% потребностей России. Если бы Якутия могла бы запустить месторождение улова, то это было бы для нас таким большим проектом. Япония интересуется тоже северным путем. И, что интересно, биоресурсами. И переходим к Республике Корея. Здесь, опять же, надо подчеркнуть, что у нас было соглашение, которое было уникальным между Республикой Кореи и Республикой Сахар-Якутии, которое представляло Российскую Федерацию с 1995 года. Кроме этого, Республика Корея ведет достаточно активную позицию по сотрудничеству с нами. Рассказывалось мнение, что хотелось бы больше сотрудничать. А, я не помню, это я сам разного не сказала. Ветровой парк в Тикси – один из недавно реализованных проектов, успешный, уникальный. И вот это, наверное, из последних наших достижений в практическом направлении. А в целом надо упомянуть еще международную организацию «АРАСЛАНГ», председателем которой станут представители «Касаха-Якутии». И тоже перспективы, надеюсь, будут связаны с этим тоже. И, позвольте мне, Владимир Николаевич, немного прогонсируют наши мысли. Да, да. Да, я уже упомянула «Северный форум». Да, дадите, да. И говорила уже про перспективы «Северного форума». И вместе с Министерством международных связей «Наша Кайфетра», «Картура ЮНЕСКО», «ЦЕЛОМ СВУ», «Управление международных связей» Мы все поддерживаем проект «Северный форум по устойчивому развитию». Это большая международная конференция, которая будет планирована в сентябре от следующего года в 2019 году. И как раз хотели бы собрать все сообщество и уйти наших экспертов для того, чтобы организовать это мероприятие. Идея следующая – сделать «Секутию», «Мостон», «Азия» и «Артик». Для того, чтобы у нас собирались на постоянной основе ежегодно, либо раз в два года эксперты из восьми арктических стран и трех азиатских – Китай, Корея и Япония. И мы думаем, что мы могли бы сделать такую же международную площадку, как возможно, могли бы сделать, как это происходит в Ахангельске, как в каких территориях делали. Вот такой анонс. Будем скоро всех оповещать, как это у нас проходит по организационному сентябре. Аплодисменты. Спасибо. 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 Ну, допускаем. Мы сейчас говорим об иностранных студентах. Про приглашение иностранных специалистов. Это отдельная тема. Дальше. Дальше. Заковая компетенция, конечно, нужна. Интернетизация предполагает интернетизация образовательных программ, в которых у нас сейчас 7 научных проектах. Это самое большое. Конечно, наша гордость и возможность увеличить количество тех же научных публикаций в Web of Science и таким образом повысить нужную способность университета. Конечно, адаптация нас правил студента в Якутии, особенно в нашем городе, в нашем регионе, это очень больной, очень сложный, комплексный вопрос. И здесь мы сегодня занимаемся тоже разными нашими проекциями. Клубом студенческий. Завтра в Нижназародный следующий слайд день студентов. Мы вас всех приглашаем после Сочи на ежегодный фестиваль, где все наши, ну, более 30 стран представят свои культуры, традиции. И мы сегодня день. Ежегодно мы отмечаем 17-е на реке на ежегодный фестиваль, который все такое имя. Все. Спасибо. Спасибо. Так, следующее слово позволите предоставить благодарю Александровичу, который сегодня много раз упоминает. «Спасибо, Владимир Владимирович. И благодарите организаторов за возможность выступить сегодня. Хотел бы рассказать о северном форуме, но, конечно, присутствующие здесь хорошо знают историю этой организации, поэтому я позволю себе не останавливаться на этом, потому что некоторые из присутствующих даже непосредственно участие принимали в становлении и развитии этой организации. Хотел бы просто сказать о том, что в системе международных связей международных отношений республики Саха и Путия северный форум всегда играл очень важную роль, потому что Арктика, север сегодня привлекает огромное внимание. И в том числе российская Арктика, которая занимает более половины вообще арктического региона, конечно же, в системе российских международных отношений тоже этот регион очень важен. Поэтому через Арктику, через северные регионы Республика Саха и Путия может очень успешно осуществлять свою международную деятельность. Просто я хотел бы сказать о том, что в истории деятельности Северного форума, конечно, принимали участие очень большое количество людей, начиная от первого президента Республики Сахаи Путия Николаева, который был одним из основателей этой организации. Вы видите фотографию первого учительного первого учительного ассамблея Северного форума. И история вот этого сотрудничества, она имеет очень богатые основы, потому что очень много проектов было реализовано. За это время многие наши и дипломаты, и разнородники Республики Саха и Путия Северного форума. Ну и также хотелось бы сказать, что все министры внешних связей, которые были в то время, тоже активно занимались развитием этой организации. Сегодня Северный форум, я хотел бы больше остановиться на сегодняшнем положении организации. Сегодня Северный форум у нас, несмотря на то, что после 2008-1950 года был некоторый спад интереса северных регионов этой организации, несмотря на это, нам удалось за последние годы, благодаря деятельности Республики Саха и Путия и Красноярского окраина, который в последнее время был председателем Северного форума, нам удалось почти вдвое увеличить число членов. Сегодня у нас 14 регионов в Северном форуме, которые сохраняют членовские организации. По-прежнему у нас, конечно, вопрос по Канаде, по скандинавским странам. Пытаемся мы всячески заинтересовать эти страны участием в Северном форуме. Ну и, конечно же, надеемся, что мы найдем все-таки способ для того, чтобы заинтересовать их в том числе. Также есть в Северном форуме бизнес-партнерство, которое тоже сегодня расширяется потихонечку, но тем не менее необходимо здесь, конечно, заинтересовать компании, заинтересовать бизнес-структуру для участия в развитии межрегиональных связей. Проектная работа Северного форума, конечно, тоже была разнообразной. Многие проекты были очень важными для республики, и многие были реализованы. Какие-то проекты по-прежнему для людей сейчас, но по предложению Республики Сахай-Путин было принято решение по совершенствованию механизма проектной работы, и сегодня мы развиваем его в рамках рабочих групп. Мы очень надеемся, что вот это переформатирование позволит на экспертном уровне повысить эффективность реализации проектов и получить видимые результаты деятельности Северного форума для наших регионов. Вот буквально скоро у нас будет состоится заседание комитета региональных координаторов в городе Наринман, Неминском автономном округе, так как сегодня Ненецкий автономный округ является председателем Северного форума. Мы будем рассматривать как раз вопросы поддержки, грантовой поддержки проекта Северного форума, в котором Республика Сахай-Путин играет очень важную роль, очень активную роль, очень много проектов от Республики Кондера на участие в этом конкурсе. Поэтому буквально в следующей неделе мы будем рассматривать. Следующий. Но мы считаем, что главным, конечно, для… Так как главная миссия в Северном форуме – это повышение качества жизни населения, следующее развитие. Конечно же, главная задача – это развитие инфраструктуры населения. А Северный форум является площадкой для обменения лучшими практиками по предоставлению возможностей главных регионов изучать опыт других стран, других регионов, а также организовывать совместные демоциативы. SG della Stabil Damanadanüyor. Вот я бы хотел наческорее слово сказать о роли Якутии, так как мы сегодня говорили о внешней связи с Якутией, Генеральной ассамблее Северному форуму, которое состоялось в городе Якутии в 2015 году, на этой ассамблее будет принято, вот как я уже сказал, решение о совершенствовании проектного механизма логидейской организации, было много других решений, которые были принято, я бы знаю, и это Мы считаем, что благодаря той активной позиции, которую занимает Оступника, деятельность Северного форума позволила, в том числе, Владимир Николаевич был участником тех событий, когда был перенесен секретаря Северного форума в городе Якусь. И по решению последней генеральной ассамблеи Северного форума, которая состоялась в апреле в Красноярске, Царин губернатор принял решение на постоянной основе закрепить секретаря Северного форума в городе Якусь. Поэтому считаем, что для внешних связей Республики Сахаи-Кути, конечно, Северный форум будет играть по-прежнему очень важную роль и всячески подвигать тот опыт, который накоплен в Женатой Республике. Я бы хотел еще коротко сказать о том, что Северный форум является также окном для северных регионов, в Арктический совет. Как вы знаете, это межправительственный форум, основной форум по вопросам Арктики. И сегодня Северный форум продолжает быть наблюдателем этой организации, усиливая голос регионов при обсуждении арктических прогрессов. Мы принимаем активное участие во всех совещаниях, и рабочих групп, и комитета старших профессиональных лиц, и министерственные встречи. Сегодня, как вы знаете, в Арктическом совете председательство в Финляндии, ее приоритетами программы, председательствами были изменения климата и охрана в окружающей среде, образование в Арктике, метеорологическое сотрудничество и телекоммуникации в Арктике. Вот мы буквально недавно вернулись с заседаниями, где-то старших голосовых лиц с Раванеми, где Исландия уже анонсировала свою программу приоритетов, которая тоже состоялась из четырех пунктов. Как вы знаете, Исландия примет председательство в следующем году, в мае до 21-го года, после чего уже Российская Федерация возьмет по себе лидерство в этой организации. Так вот, Исландия анонсировала четыре приоритета. Первое – это развитие арктических и морских экосистем. Это понятно, потому что прислание для страны, для морских государств. Следующее – это изменение климата и внедрение технологий по зеленой энергетике. Четвертое – это арктические народы. Четвертое – это усиление арктического совета. В принципе, четвертый пункт всегда присутствовал при каждом председательствовании. И хотелось бы сказать, еще добавить, что проходит в рамках арктических соединений, это другие процессы, это, например, привлечение других министерств. То есть дело касается, сегодня, вот, на повестке дня стоит сохранение биологического разнообразия. Поэтому в октябре этого года состоялась в районе, в районе, и также встреча министров окружающей среды арктических стран, а также в Берлине состоялась встреча министров науки, потому что, как и последнее соглашение, обязывающее между арктическими и государствами, было написано как раз касающееся научного международного сотрудничества в Арктике. Вот, Арктический круг, в котором Якутия тоже очень активно принимает участие, мы видим, что усиливаются азиатские страны в арктической повестке, и вот я абсолютно согласен с предыдущими выступающими, что Якутия должна как раз быть мостом между Азией и Арктикой, и, в принципе, это по силу, поэтому на этом, наверное, нужно сосредоточиться, и хотелось бы тоже буквально анонсировать, что мы через неделю, я уже сказал, не из-за автономного округа не будем собираться, а в 2019 году мы планируем провести саммит губернаторов северных регионов в городе Архангельске во время международного форума «Арктика. Территория и Деалога», который проходит каждые два года под председательством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом, наверное, остановлюсь, могу много еще чего рассказать, но думаю, что, наверное, в следующий раз, когда появится возможность рассказать и о роли коренных полосуственных народов в северном развитии международных связей и северном развитии международных и северным и северным и северным и северным и северным и северным. Идем дальше. У нас осталось несколько человек, надеюсь, мы успеем, как планировали. Предоставляется Маркову ухронову Олова Сафанасевичу, младшему научному сотруднику научно-исследовательской северной проблемы севера Северного Существенного Университета, тема доклада «Основные технические развития и современное состояние международного научного сотрудничества Ягутии в сфере палеонтологии». Добрый день, уважаемые гости, и позвольте представить нашу тему исследований. В современных условиях развития палеонтологии в Ягутии вырублены научно-технический процесс и растущие взаимосвязанности научного мира, значимость развития природного научного связи и адаптации к научным новинкам возрастает. Следующий стать. Почему именно Ягутия и почему именно палеонтология нуждается в международном научном сотрудничестве? Когда мы слышим слово Ягутия, как иностранец слышит слово Ягутия, он подразумевает сразу холод, алмазы, олени и мамонты. И вот на следующий слайд. И вы знаете, кто это? Это Михаил Адамс. Он впервые в мире построил, собрал первый скелет мамонта. Это он был найден в Ягутии. Это ягутский охотника. После него Петр сделал несколько экспедиций северных, в том числе Ягутия, где и собирались эти зерные полки. Это Чевский, известный исследователь Петр тоже. Он представил результаты исследований этих нужных экспедиций. Эти находки. Мы в основном находили амонта, носорога, бизонов, древних, и львов, и других животных. Ну и цель этого исследования, что на основе комплекса анализа и результатов надо определить тенденции развития панекологии. И сейчас рассмотрим основные главные направления, которые сейчас идут. И будущие десятки тысяч лет. Следующие. И какие направления именно исследования? Это исследования древней ДНК. ДНК. Обычно во всем мире используются эти кости. Кости, зубы, волосы. То, что хорошо сохраняется. А у нас в Ягутии это особенность то, что вы видели эти останки. Там уже мясо красное, если открыть, там все можно посмотреть. Следующий слайд. И для чего нужна эта древняя ДНК. С ее помощью можно узнать теоретический состав, теоретические связи, то есть, от какого животного произошли настоящие современные животные, время различных обновлений, дивергенций, образований новых видов, это структура популяции, вегидализация популяций, исследование эффекта бутылочного гордышка, то есть, когда резко сохранились количество животных, и потом увеличивается воздух, и также корренические, потом следующие. Так, ну, трудности исследования, это при обычных простях, это восстановление ДНК цепи, от загрязнений и постмоктальные химические изменения. Ну, это свидетельская стермия. С мягкими тканями этих трудностей как меньше. Так, следующие. Так, ну, это с рангая вещь в 2012 году, это репутер и хлангусу. Они вместе подписаются в вашей группе. Так, ну, он впервые хлангусу планировал собаку, в 2005 году. И вот в прошлом году, это иягутские лайки, да, которые он подарил. Ну, это вместе с байанакетами, наверное, слышали. Ага, следующий. Ну, также там же проводятся стажировки студентов и работников. Так, ну, и тенденции развития, я думаю, наверное, подумали, что будет анализ древней ДНК и исследование именно древних тканей на возможности газирования. И в будущем, возможно, где-то через 30, увидеть эти древни, то есть и ценных человек. Всех хотят вам это. Да. Спасибо за внимание. Хорошо, Рубрика Романович. Спасибо за внимание. Следующее слово предоставляется об ордену Наталье Никитичне, экскурсоводисторительского парка России и Моя История. Наталья, мой доклад, он посвящен теме, которые связаны непосредственно с моей работой, это как я работаю в России, и в моей истории, это мой исторический парк. Но дело в том, что мы открылись всего год назад, поэтому пока что рано говорить о какой-либо развернутой международной работе. Но тем не менее, появилась возможность у меня поделиться такого рода материалами с коллегами из университета. И, собственно, мой доклад он посвящен российско-французскому отделению экономического института нашего. Дело в том, что это довольно устоявшаяся программа, которая существует с 2007 года. И вот как раз-таки она показывает возможности, которые дает развитие совместных проектов в сфере высшего образования. Дело в том, что с того момента, в 2018 году уже двойные гипотов получило 48 человек. Дело в том, что программа устроена так, то, что студенты, которые обучаются непосредственно у нас здесь в Якутске, они сразу получают два диплома. Российский, по-каламбовский, и второй, конечно же, французский, университет Ниццы. То есть здесь он отмечен для курса, университет Ниццы София Антиполис. Дело в том, что очень поступательно, очень планомерно у нас продолжают развиваться такого рода связи, то есть уже выпускники есть. И даже выпускницы 2017 года, Пикуш и Скрябина, они получили, даже во Франции это называется, дипломы с отличием, но в том плане, что это обсадлено очень, вы знаете, что-то торжественное. Вечно же это входит в историю ВУЗа, и таким образом это тоже одно из достижений. Тем не менее, также еще важный момент, который связан с преимуществами, который дает данная программа, дело в том, что, скажем так, вот сегодня рынок труда, он очень конкурентен. То есть мы с этим все сталкивались, так как мы взрослые люди. И в порядке дело, что в системе капитализма, которая сегодня в мире является преобладающей, рабочих мест их меньше, чем требуется. для всех людей, которые есть, скажем так, в стране или в мире. И, конечно же, конкуренция на рынках труда, на таких условиях всегда возрастает. И, конечно же, эта программа, то есть даже вот возникала критика определенная ее. Дело в том, что, к сожалению, существует такое предубеждение о том, что, ну, я к такому вот интересному дискуссионному моменту перехожу к такой дискуссии общественной. Дело в том, что зачастую такие программы обвиняют в том, что они работают как отток трудовых ресурсов, из страны. То есть молодые люди, они заканчивали в такого рода программы, а затем они просто-напросто остаются в иностранном государстве. Вот что интересно, потому что опыт этой программы показал то, что ситуация на 50 и 50 делится. Дело в том, что эта программа, наоборот, дает возможность молодым людям найти работу в крупнейших предприятиях нашей страны. То есть, например, даже вот Анастасия Пикуш, она нашла работу в Газпроме. А Алексей Моргинов – это вот один из зубинских программ, который, вот я забыла про администратуру сказать, да? Он, например, в Маслергенбанке, вот в Ипуте спокойно работает. И, конечно же, это, наоборот, дает вектор развития и возможность для наших соотечественников, для жителей республики получать вот очень хорошие рабочие места в всех точках нашей страны. Это, конечно же, тоже очень большой шаг вперед. И далее. Дело в том, что также огромные возможности эта программа дает для развития образования вообще в целом. Для того, чтобы наши преподаватели взаимодействовали вместе с коллегами и иностранцами, таким образом увеличивали, так сказать, свои компетенции. Еще очень важный аспект – это, конечно же, развитие международных связей в сфере научных исследований. То есть, так как на программе, помимо наших преподавателей, задействованы также еще и преподаватели иностранцев, которые приезжают в командировки. Соответственно, возникают определенные, так сказать, вот трудовые связи между ними, партнерские отношения, которые дают возможность открывать совместные лаборатории. И такого рода проекты, они со стороны нашего фонда научных исследований российского, они поддерживаются, несомненно, да, вот с ведущими коллективами иностранными. И, конечно же, со стороны французов тоже есть похожие программы возможности открытия лабораторий в разных странах, с которыми Франция взаимодействует. Ну, и знаете, какое вот особое преимущество этой программы? Дело в том, что, ну, вы знаете, в Австралии, в Великобритании, в США очень мало бесплатных программ образования. В то время как программа французская, она дает преимущество, потому что она просто-напросто дешевле, чем, например, обучение в Великобритании, скажем так, да. И поступить может каждый студент, который издает ЕГЭ по иностранному языку на определенный уровень. И, конечно же, возможность изучить французский язык, возможность, опять же, международные связи наладить. Она открывается для наших студентов. Это тоже огромный шаг вперед, потому что мы все боремся за то, чтобы было международное образование. И, конечно же, дело в том, что, скажем так, то, что моя презентация, она больше посвящена, я еще к следующему аспекту хотела перейти непосредственно. Дело в том, что, как я сказала, то, что связи, они очень активно у нас развиваются. И очень важный момент в том, что проектор наш, Павлов, он в 2016 году ездил во Францию как раз таки для того, чтобы развить международные связи. И сейчас формируется программа Erasmus. То есть, как раз Владимир Васильевич сегодня об этом выступал. То, что программы Erasmus, они как раз таки способствуют мобильности студентов. То есть, на разном уровне. И, конечно же, это огромный шаг вперед. Потому что и наш МУС, СФУ, то есть ведущий флагман высшего образования и пути, он также становится партнерской организацией для международной программы. И в сфере развития высшего образования нашей страны, это, конечно же, огромный шаг вперед. Так как РУС зачастую бывает, что этот процесс, он немножко, так сказать, идет не так быстро, как хотелось бы. Здесь вот как раз таки такого рода препоны, они были быстро обойдены. Так как поддержка была и с нашей стороны, и со стороны непосредственно посольства Франции. Посольство Франции, да, оно активно поддерживает гранты. То есть, я хотела еще к этому моменту прийти в важном. То, что вот возможность получить образование в магистратуре и в бакалавриате, оно может даже покрываться за счет грантовой поддержки посольства Франции. То есть, там есть определенные программы, которые поддерживают такого рода образование. И вот, конечно же, подытоживая свой рассказ, я хотела бы сказать то, что, конечно же, российско-французское отделение, оно является очень важной вехой в развитии международных связей в сфере высшего образования. И, конечно же, таким образом, вот, ну, можно сказать то, что программа, она уже 9 лет существует. И, ну, надеемся то, что ее ждут дальнейшие перспективы. То есть, количество студентов будет увеличиваться. мобильность, она будет увеличиваться. Мобильность педагогов наших преподавателей высшего образования также. И появляются, чтобы появлялись новые исследовательские проекты в сфере экономики. И, конечно же, в иных сферах, то есть, которые тоже обожгли. Это и геополитика, несомненно, несомненно экология, несомненно антропологические исследования, исторические. И это, так сказать, вот, скажем так, это первый шаг, и затем, как говорится, путят силит идущий. Спасибо за Ваше внимание, дорогие коллеги. Спасибо. Спасибо, Наталья Викименко. Следующее слово предоставляет новоприезжему Александру Олеговичу, студента 4-го конкурса исторического факультета, своего полу объектива международного взаимодействия Якутии и Японии. Добрый день, уважаемые участники и конференции. Сегодня я расскажу о своем небольшом исследовании по данной теме. И, пожалуй, постараюсь осветить вопрос в тезисном порядке, в связи с ограниченностью времени, поэтому будем работать с теми. А как вам пропустим, мы вернемся непосредственно к цели следующей. Естественно, необходимо поставить цель работы. Цель работы моей является проанализировать политико-экономические аспекты отношений России и Республики Сахаев и Японии, на основе анализа сформулировать выводы о потенциальных путях урешения сотрудничества. О чем я здесь говорю? Мы говорим о том, что, в первую очередь, между Россией, Якутией и Японией становились за последнее время многообразные, очень тесные и обогащенные разными направлениями отношения. Это и экономический, это и политический, это и культурный аспект. Проводятся многочисленные культурно-совместные мероприятия, проводятся какие-то общественные мероприятия. Но меня, в первую очередь, интересовал именно такой аспект, в связи с тем, что и выделена была именно эта сфера. Соответственно, из цели вытекают задачи, и по этим задачам я постараюсь и буду вести свою речь. Получается, первое, это изучить практическую историю взаимоотношений России и Республики Сахаев и Японии, проследить тенденции в экономической связи двух стран, и третье, определить практические рекомендации по расширению сотрудничества. Прошу меня. Естественно, история дипломатических отношений России и Японии принята начиная с 90-х годов, но так как Россия является правоприемницей Советского Союза, мы на самом деле можем вести отчет с 1956 года, когда была заключена совместная декларация, которая положила начало переговорам, но переговоры, которые сейчас еще не закончились, как мы знаем. На самом деле там процесс шел достаточно бурно, но точкой невосврата, скажем, определенной стала 19 января 1960 года, когда был заключен договор о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности между США и Японией, вследствие чего между двумя странами оказалось невозможным решить в краткой перспективе данный вопрос. В 90-е годы у нас происходит прорыв, естественно, уже на новых принципах, на новых началах, и здесь первым документом является техническая декларация российско-японских отношений под 13 октября 1993 года, который заложил базу, основания, принципы, на которых строятся отношения этих стран и до сих пор. В документе говорилось об укреплении отношений между странами, продолжении переговорного процесса и всех прочих аспектах, которые далее рассматривались. В 90-е годы можно было даже последить тенденцию, что была достаточно определенная эйфория, оптимизм в отношениях, было намерение вплоть до 2000 года заключить мирный договор. К сожалению, ничего не произошло, но в 21 веке это не помешало продолжать строить конструктивные отношения. Было множество как политических, так и экономических связей установлено на уровне стран, на уровне корпораций. Ну и, конечно, самому терпеливому докладчику, который дождалась в своей очереди, Сидоровой Лене Алексеевне. Есть? Не дождалась. Не дождалась. Здесь Саша, который любит. Так. Ну, Олега Гавриловича уже нету. Олега Гавриловича уже нету. Олега Гавриловича уже нету. На общее обсуждение. Вы помните, что в начале мы слушали в начале? До обеда. Надеюсь, помните, да? И точно сейчас прослушали. И давайте тогда мы немножко подготовимся к стратегистой сессии, которая начнется в 16-30. И у кого какие соображения, предложения, мнения могут быть, какими должны быть внешние связи Республики на предстоящие годы, скажем. Я сам решаю говорить, что идет речь на стратегию 20-20, соответственно, лучше всего оттанкиваться от этого, наверное. В этой стратегии будут отписаны все направления социально-комиссового развития, в том числе и внешние связи. Внешние связи эти пронизывают все сферы, все отрасли, и что мы можем предложить нашему руководству, какие интересные мысли у Вас есть. — Ход первый. Можете продолжение своих поступлений развить, если что-то не успели сказать. — Может, Коби бледить потом. — Может, Коби бледить, пораньше, а потом зиму верните. — Ну, 16-30 час, то есть, или другую? — Глян уже пораньше. — Да, в другом месяце, точке кипения. — 4 недостатка. — Да. — Наверное, лучше было продолжить сразу. — Да, ну если мы сейчас про Коби бледь пойдем, то все разберемся. До 16.30. Можно и друг другу задать вопросы? У меня уже состоял вопрос. Давайте. Сначала я хотел бы справить свою ошибку. Я передачал людей, которые с этой формой работали, вынесли большой склад, и адресую вопрос вам. Сегодня как была ситуация с рабочей группой по международному сотрудничеству, которая была при Госкомиссии в Актике? Потому что в ней же как раз регионы представлялись легкие инстинктивы. Учитывая федеральную политику области развития Актики, как была сегодня ситуация с этой рабочей группой? Да, Государственная комиссия по развитию Арктического дона Российской Федерации работала под председательством Петра Абузина, заместитель председателя правительства, причем достаточно плодотворно. Встречи проходили регулярно. Международную рабочую группу по международному сотрудничеству возглавлял первый заместитель министра национальных дел ТИТОВ. И мы встречались в течение последних двух лет трижды. Трижды заслушивали выступления и Федеральных органов исполнительной власти, а также руководителей различных регионов. В принципе, дискуссия шла плодотворно, но вы как знаете, в этом году Владимир Владимирович решил несколько изменить ситуацию, можно сказать, в этой Госкомиссии. И было предположено Юрию Петровичу тоже возглавить Госкомиссию после того, как руководитель был назначен Роскосмос. Ну, сами понимаете, у Юрия Петровича полномочия очень широкие, большие. Он отвечает за рецептами Роскоп. Тем более, что буквально вот на днях, как так, вот что, расширился, что он, в связи с ней, в Вейкарском районе. В то же время, значительно активизировался Роскоп. В основе Сергея Кириенко, который себя позиционирует как орган, который мог бы взять в целом координацию всех проектов в зоне действия Северноморского университета. И одновременно администрация города Санкт-Петербурга также выразила желание стать центром всех архитических действий в российском пространстве. И они предлагали создать единый полномочий орган по развитию Российской зоны Российской Федерации в Санкт-Петербурге. То есть, вот есть несколько движений. Юрий Петрович, конечно, уже был подругом, больше полугода. Один раз собирал, по-моему, экспертов в конце лета. Но на этом все как-то застабоилось. Пока. И сейчас за нас приходит такая фрагментарная информация, что, возможно, он откажется данной Госкомиссией. Поэтому судьба Госкомиссии в целом подвисла. Соответственно, международная наша группа не собиралась ни разу. После того, как уже ушел, уже не МИД, тоже приостановил свою деятельность в этом направлении. Но я думаю, что вот эти течения различной силы, еще регионы на эту концерцию. Потому что регион архиважный, стратегический. И международный, и в глобальном плане. И кто возглавит движение в этой зоне, наверное, это будет зависеть вообще общая политика России в Российской Федерации, в Атлельском регионе. Какую повестку дня мы предложим нашим западным коллегам. И чувствуя, что внутри России началось какое-то порвление, начались какие-то дискуссии, споры по арктической зоне, скорее всего, по этому, в Финляндии, в рамках своего председательства, и предложило собрать два арктических государства. Предложило организовать сами. Такого никогда не было. Мы знаем, конечно, большую восьмерку, какую семерку, как большую двадцатку. В целом, в глобальном контексте. Но в случае Арктики главы государства пока не собирались. Единичные главы государства и взяли на арктической клубе Исландии. Премьер, министр Малини, выступает на арктическом бюджетах, наш президент, на арктической дороге. То есть Казы по отдельности где-то свою площадку имеет. Но на этом как бы все. Насколько будет принято решение проводить этот саммит, я не знаю. Михаил Александрович, может быть, более подробно сказать, насколько сеньор арктической поддержали эти идеи. И будут ли министры поддерживать. Наш министерственный стран дел относится достаточно осторожно. Новый глава республики, Алексей Сергеевич Николаев, очень решительный человек. Поэтому, даже не дожидаясь принятия окончательного решения Арктического Совета, нам предложил президент Российской Генерации провести этот саммит в рамках Российского председательства Арктического Совета здесь, в Курдей-Кутске, в 22-м году. То есть, когда мы будем праздновать столетие нашей республики. Я чувствую, что в 22-й год у нас станет гипернасыщенным мероприятием. Сегодня Савина озвучила форум «Гнебудьян» всемирный. Мы с Дарианом Дмитриевной найдем форум по устойчивому развитию, «Северный форум по устойчивому развитию». Конечно же, появятся и другие, и сеток саммит появится. Это, правда, насколько никакой инфраструктуры нет. Совершенно. Любая инфраструктура для приема гостей такого высокого рамка. Потому что каждый президент будет требовать для себя керпи-резиденцию по тому, у них, как говорится, лист желаний будет очень большой, а такие резиденты надо будет восемь. Плюс гостиницы до самого высокого класса для обслуживающих персонала, сопровождающих лиц, служб охраны, и так далее, когда придется построить инфраструктуру. Я все не так чувствую. В принципе, Росконгресс был готов приехать к нам в 12-13 ноября для инспекции. Чтобы посмотреть, что у нас вообще тут есть. Но они пока отложили. Ну, это немножко я решил ответы. Но как-то так пока. Поэтому ждем, ждем. Какое решение примет Владимир Владимирович по отношению к эскористу. Друг другу можно задавать вопросы. Доклады были очень интересные. В этом ключе выступления по поддержке соотечественников. Многие требуют, чтобы эти мероприятия проводились абсолютно в соблюдении всех традиционных каналов. Даже в произношении слова «экспект» претензий не продевает. Почему вы говорите «экспект»? Когда это слово «экспект»? Когда это слово «экспект»? Но, конечно, мы это в документах используем. И, соответственно, мы не можем с этим разговором. И для русскоговорящих, для отечественников это как бы более-менее понятно. Такие споры у нас возникают. Поэтому по соотечественникам нам надо будет хорошо подумать. У нас есть интерфера. Молодые ребята – участники будущего дипломата. Организация по поддержке и продвижению народной дипломатии. Салина регистрирует свою организацию. Климатолог из Санкт-Петербурга на прошлом сессии. Высокая трибуна сказал, что там климат. У нас никто не занимает такие проблемы. Мы на семье живём таки в суровом условиях. И не можем доказать, что мы живём в суровом условиях. Почему эти умысы у нас к инфарии? Наглядно показывали. Там условия уничтожили. В Питере. Все были согласны. Наши были согласны. Никто особо не спорит. Но потихоньку вот так в лакетинг. Сейчас же был… Просто причина такая, что новый состав был думан. Нужно было начать изучать. Но достаточно аргументов нет. Когда они избрались? В 16-м году ждать? В 16-м году. В 16-м году. В 16-м году. В 16-м году. В 16-м году не отработали и до сих пор закона нет. То есть, слишком большие силы столкнулись с лакированием своих интересов. И не могут найти концепцию. У нас с Санкт-Петербургом есть соглашение. И у Санкт-Петербурга есть соглашение с каждым артистским объёмом. И туда они один пункт добавили. В дом соглашения мы подписывали, что по координацию артистского вопроса ведёт на себя в 16-м году. Это было подписано. То есть, даже на региональном уровне. Чаша и весов колеблются по одну сторону, а другую сторону. Артистские регионы другие все пошли. Главное объяснение. Главное колено, я вышла. Я вышла. Чупотка вышла для границы маревого круга. А мы по равному кругу не можем обосновать. Но всё равно надо продолжать. Почему на северо-западной части России создаются крупные площадки по Кроссоматике в Санкт-Петербурге. Теперь вот в Арктике. В Аркаппельске. Аркаппельске уже под председателем президента Российской Федерации. Северо-западной части России. Он будет всё-таки таким сильным, влиянием. Он будет совмещен с северно-морским путем и так далее. Исходя из этого, то, что говорил Дарьян Дмитриевна по установлению моста между Азией и Арктикой, и северными странами, может предложить больше заниматься учением. Вот этот вопрос, как республика может себя как бы видеть вот в этих процессах глобальных сначала, а потом уже по этнифактическим проектам распределять свои усилия. Потому что от начала мы должны понять, как вот этот мощный драйвер, проект, как он будет менять, как это место в международном отношении. Да. В принципе, да, у Китая очень мощная стратегия, и включая их арктическую стратегию. Кстати, а при этой арктической стратегии Китай готов доедет в Китае, что можно поломать, поспорить, да? Но все-таки в Китае очень умная тактика экспансии, проникновения и захвата ряда. Да, в Китае экспансия, мягкая сила, и мы сами предлагаем ему, да, извините, но нам придется строить, да? Не существует ли так, что вот у нас поеде пойдут китайские корабли, а Юшик быстро строит корабли. Наш гендиректор группа авараборионов ездил в Китай, спрашивал у нас, как быстро они будут построить корабли, значит, хоть там наш какой-то 100 метров длиной и так далее. И все быстро строят. Они сказали, вам не нравится эта компания «Женщина», когда она сказала, вы нам просто хотелками и желаниями не приезжайте, вы нам говорите, что вам именно надо. Вот только, какой корабль, который вы сейчас изучили, примерно, ну за полгода вам рассказали. Полгода. Вы должны рассказать, сколько вам надо, если у вас деньги, что у вас деньги, что у вас деньги, деньги. Мы сразу вас расскажем. То есть, они очень быстрые, потом выдавить из рынка чью-то китайскую квартиру будет уже практически невозможно. Даже сейчас внутри России у нас какая-то отправь идет за все эти аэропорты, за все эти личные аэропорты и так далее. Далеко ходить не надо, у нас не пустит. Аэропорт не пустит, верующий борт, верующий борт. Сколько проблем было, мы иногда уже прошли, так далее. Это все же борьба за транспортные узлы. Сейчас уже нижний пиздец у нас круга строят. То есть, очень сложные проблемы есть. И не разобравшись перед собой, допускать, китайцы уже надо будет смотреть. Поэтому я и говорю, что нужно нам сначала определиться. Все равно это будет райвером. Конечно. Нам нужно определить свое отношение. Либо мы как-то будем ограничивать это, либо включаться. То есть, в любом случае, с ним будет работать так. Надо куда-нибудь делиться. Можно еще один вопрос. Если мы уступили играть детям, не могу ли, да? Вы наследовали другим? Нет. Или это время? Это время, да? Да, вот Савина очень хорошо может ответить. В 2016 году было время решения, но что-то вообще... Продолжение следует...